Футболисты Газпром Югры выиграли Суперкубок страны. Накануне в Югорске подопечные Владимира Колесникова встретились с командой Синара из Екатеринбурга. По правилам, за этот трофей бьются чемпион страны и обладатель Кубка России. Матч получился зрелищным и богатым на опасные моменты. Только вот нули на табло горели до конца первого тайма. Открыли счет гостя, поймав югорчан на контратаке. Газовики не стали откладывать дело в долгий ящик и отыгрались через минуту. Жуао Гилерме вовремя подставил голову и переправил мяч в сетку. Во втором тайме футболисты Газпрома творили чудеса. Сначала Щимба со своей половины поля закинул вратарю Синары мяч за шиворот. А через несколько минут звят. Купатадзе повторил трюк. Гости смогли сократить отставание в счете, но случилось это за минуту до конца. Сергей Абрамов реализовал пенальти, чем сделал себе подарок на день рождения. Итоговый счет 3-2. Газпром Югра впервые в своей истории завоевал Суперкубок России. Наши болельщики заслуживают конкретно вот этот Суперкубок. И вообще они заслуживают, чтобы команда постоянно сюда приезжала и они смотрели нас и поддерживали. Ихняя поддержка нам очень нужна и они нам помогают очень сильно. И эти игры показывают, что без болельщиков нам было бы намного сложнее. Проиграть и начать сезон проигрыша было бы очень обидно. Из-за этого на нас этот результат все равно давил немножко. Но ребята молодцы, просто сыграли очень дисциплинированно, очень хорошую игру. У нас было много моментов. Забили, выиграли 3-2. По итогам Суперкубка Звиад Купатадзе стал лучшим игроком матча. Эта награда дополнила полученные в прошлом сезоне статуэтки. Тогда голкиперы югорской команды признали лучшим игроком и лучшим вратарьем Суперлиги.